По данным Евростата, за 8 месяцев Армения закупила в ЕС больше стиральных машин, чем за два предыдущих года. Не отстает и Казахстан. В августе он импортировал европейских холодильников на почти 21,5 миллионов долларов. А это втрое больше, чем в августе прошлого года. По мнению экспертов, соседи России не просто так наращивают импорт товаров из Евросоюза. В силу того, что закрылись, полностью закрылся этот импорт в Российскую Федерацию, а рынок Российской Федерации он потребляет. И если вы внимательно посмотрите, на сегодняшний момент в супермаркетах, в магазинах, продающих бытовую технику, дефицита же нет. То есть там нет пустых полок. Просто вполне возможно, что вот эти вот... Товаропотоки подсанкционных товаров пошли через смежные страны, через Казахстан, через Армению, через Грузию. Не менее странной оказалась статистика закупок других электроприборов. Например, при заметном снижении рождаемости в Армении и в Казахстане, обе страны увеличили импорт электрических молокоотсосов. Так, спрос на них в Казахстане вырос более чем в шесть раз, пишет издание Bloomberg. Очень близкая ситуация, аналогичная той, которую вы сказали, это по смартфонам. Huawei, например, китайцы ушли полностью с российского рынка, а все свои компании перевели в Казахстан. В то же время они полностью не ушли с российского рынка, они создали в Казахстане дистрибьюторы, которые будут поставлять их продукцию на российский рынок через Казахстан. Из-за введенных ранее Евросоюзом и США санкций пострадали практически все секторы экономики страны-агрессора. Кремль ищет лазейки для обхода ограничений. Сама Россия не публикует торговую статистику, но соседи оказались менее скрытными. Согласно данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, Федерация закупила в их стране стиральных машин на 7,5 миллионов долларов, тогда как в предыдущие два года этот показатель стремился к нулю. Они не бесплатно, Россия оказывает эту услугу. Безусловно, они, скажем так, имеют свой определенный процент. Во-вторых, все-таки это политический момент, потому что эти страны, благодаря подобным действиям, они сохраняют хорошее отношение с Россией. То есть они прекрасно понимают, что Россия нуждается в этих товарах. Закрыть потребности жителей России – основная цель серой схемы обхода санкций, уверены экономисты. В первую очередь это используется для того, чтобы внутренний рынок России имел эти товары и не создавалось внутреннее давление общества на российскую власть с целью отказа от проведения специальной операции. При этом серая схема импорта европейских товаров в Россию через третьи страны, по мнению украинских и европейских чиновников, может использоваться и для военных целей. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лянь заявляла, что российские военные используют чипы из бытовой техники в военном оборудовании. Для понимания на России сейчас нет четкой разницы между гражданским и военным использованием разного рода компонентов – чипов. Любая иностранная техника, импортируемая в РФ, может быть в конечном итоге использована для достижения военных целей, потому что санкции перекрыли россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут. Именно поэтому нужно сделать невозможным для них эти процессы. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины в Телеграм. В свою очередь представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер заявила, что Евросоюз следит за торговыми потоками, чтобы определить, где и как Россия может обойти санкции. Также в ЕС рассматривают возможность расширения торговых ограничений на предметы, которые Россия может использовать для своего вооружения.